И я думаю, что зритель это оценит. Мне кажется, ему это удалось в полной мере. Как вы вживались в своей роли Дмитрия Визниченко? Он же Понтий Пилат. Легко ли вам было? Да ему разве надо вживаться? Ну, вы знаете, я, когда получил предложение от режиссера попробовать роль Понтия Пилата, я был очень удивлен. И действительно, я ее пробовал по факту. Но надо сказать, что вживался действительно очень легко. И, видимо, это означает, что режиссер угадал. Я бы никогда в жизни не подумал даже о том, чтобы попробовать роль Понтия Пилата. Но потом вспомнил, что когда я ранее видел экранизацию, то у меня не было вопросов ни к какому герою. А вот по чуду Понтия Пилата я думал, ну вот он должен быть по чуду другой. А еще у меня было связано, когда-то, ну занимаясь шоу-бизнесом, да, в течение 20 лет, у меня был такой привоз «Мастер и Маргарита» столичного театра «Сатиры». И роль Понтия Пилата, я помню, играл Спартак Мишуллин в той постановке у нас здесь, в Ростове. И вот я не помню больше никого, кто кого играл. И именно вот со Спартаком Мишуллиным, ну как-то у нас сложились такие дружеские отношения. Это было очень давно, наверное, почти 15 лет назад. Вот. Я даже выездил в Москву в театр «Сатиры», мы с ним встречались после этого. И больше вот ни с кем, ни одного героя, даже не помню, кто там еще играл. Вот такие вот тоже пересечения как бы с Понтием Пилатом у меня были, можно сказать, с реальным. Ваш Понтий Пилат, он другой? Вот не такой, как вы говорите по пьесе? Ну, я думаю, что вот прям таки-такой. Как раз таки-такой? Да, как раз таки-такой. То есть это вот, безусловно, это не Спартак Мишуллин, это и не кто-то еще. И те радиоспектакли, которые вот я слушаю прямо, ну вот сегодня слушал, думаю, ну прям надо радиоспектакль записывать, потому что у нас, мне кажется, больше попадания, потому что нас режиссер отбирал. Я не знаю, как это случается в радиоспектаклях, но что-то такое мы, наверное, обязаны все-таки. И есть у нас телефонный звонок, надеваем наушники. Алло, здравствуйте, как зовут вас? Добрый день, меня зовут Николь. О, как, очень приятно, Николь. Вы хотите ответить на вопрос? Ну да, мне кажется, я догадываюсь, какой ответ. Ну так, какие же цветы несла Маргарита при первой встрече с мастером? Ну, по описаниям, если я не ошибаюсь, по-моему, это были мимозы. У-у-у! Нет, нет, подождите, мы разве не можем просто так отпустить? А какого цвета были мимозы? Да, просто засыпку. Есть подсказка. Почему, да, они были пушистые? Пушистые, да, они были пушистые. Пушистые, да. Пушистые, да, это вот примерно оттенок какого цвета пушистые? Оттенок какого? Пушистый имеет оттенок, но пусть будет желтый. Абсолютно верно, и в принципе, наверное, это первые весенние цветы после подснежников, если даже не раньше они. Ну что ж, Николь, поздравляем вас, ставьте свой номер телефона, мы с вами обязательно свяжемся и презентуем билет на премьеру мастера и Маргариты. Ну да, несмотря на то, что это всё-таки были не мимозы, но жёлтые цветы. Во второй части указывается чётко, что это были мимозы. Мимозы, да. А у нас у режиссёра это прочтение мимозы, всё. Вот, хорошо. Всё, вопросы отпадают, да? Просто я внимательно читал, слишком фантасмагорично. Там несоответствие идёт мимоза, да, вот она же ранний цветок, а дело-то в мае. Но тем не менее, вот порой ради, ну скажем, такого литературного приёма, времена года как-то уходит на второй план, наверное, всё-таки мимозы. Наталья, как вы вживались в роль? Добавляли что-то своё, ну помимо того, что вы всё-таки блондинка? Мне очень легко было вжиться в роль, потому что характер Маргариты мне близок. Маргарита сильная, смелая женщина, которая способна ради любви пойти на самую страшную сделку в своей жизни. Поступила бы я так в жизни. Поступили бы? Поступила бы. Интересно. Александр, задумавшийся мастер, как вы вживались в роль? Под чётким руководством режиссёра, конечно же. Вот, у меня, конечно, были свои представления, да, об этом образе. И я с самого начала, честно говоря, вот, когда попал в этот проект, меня рассматривали на другую роль совершенно. Кем, если не секретно? Я уже не помню. Да, такой вопрос о том мистики, которая происходит, о том волшебстве, потому что изначально вот Алексею было предложено, собственно, мы его видели немного в другой роли. А желание Саши было пробоваться на роль мастера, Алексея, на роль Воланда, и в конечном итоге они на эти роли и попали. Да, я очень этого хотел, да. Мне сказали, да нет, все роли распределены, а потом как-то так получилось, что меня поставили перед фактом, и я очень этому факту рад. Ну вот, и пытаюсь, насколько это возможно, конечно, да, соответствовать этому образу. Есть ещё у нас звоночек, надеваем наушники. Алло, здравствуйте, как зовут вас? Здравствуйте, меня зовут Настя. Очень приятно. У меня такой вопрос к гостям. Скажите, пожалуйста, а если вот всё будет прям супер успешно, вы готовы отложить свою работу, свою профессию, чтобы заняться гастролированием и дальше актёрским мастерством? Какой хороший вопрос. Спасибо большое, Настя. Наталья. Есть у нас в планах, может быть, преждевременно об этом говорить, потому что на сегодняшний день наши силы сконцентрированы на дне премьеры, но мы размышляем над тем, что, может быть, устроить какой-то гастрольный тур и, в первую очередь, по городам, по братимам. Скажу больше и, может быть, приоткрою небольшую занавесу. Мастер Маргарита — это начало другого большого проекта под названием «Театр любителей сцены». У нас складывается очень хорошая команда, собираются люди инициативные, творческие, креативные, и вот мы пойдём дальше и будем реализовать не только театральные постановки, но, может быть, и снимать кино, может быть, и ставить какие-то мюзиклы. Такие планы есть, и я очень надеюсь, что нам удастся их реализовать. Ну что ж, к сожалению, времени у нас мало. Вторую часть нашей беседы вы уже сможете услышать завтра. Слушайте нас в это же время на «ФМ на Дону». Да, всего доброго. Музыка. 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 Все как раньше Тот же город, тот же воздух Все как раньше Та же улица и дом Ах, Юра, Юра, Юра Я такая дура, чтоб